У меня ничего не болит. Голова моя ясная и светлая. Я не хочу спать. Вена, просыпаемся. Я вижу, что с утра медитация тебе не подходит. Давай проще. Давай займёмся китайской гимнастикой тай-чи-чуань. Тай-цзи-цуань. Пробуждение тела энергии. Ладошки кладём на поверхность озера. Вот мы их погружаем в воду, провожу по воде, опять от запястья поднимаю. То есть вы хотите сказать, если будильник не справился, если чашка кофе не помогла, то вот это вот упражнение разбудит нас точно? Обязательно, потому что кровь в организме начинает двигаться быстрее, мышцы начинают разогреваться, а поскольку мышцы разогреваются, тело приходит в состояние готовности. Выдох. Вдох. Резкий выдох. Аист или цаплер расправляет крылья. Вот в таком положении, если вы постоите хотя бы секунд 30, у вас всё сразу проснётся, и вам никакой ни кофе, ни чай не понадобится. Скажите, а вот посоветуйте что-нибудь нашим ведущим, потому что они очень рано встают и ведут эфир. Представьте себе, что у вас на голове аквариум с рыбками. С рыбками на голове. Нельзя аквариум уронить, поэтому спинка должна быть ровная. И если вы наклоните голову вперёд или назад, или вправо, или влево, а ещё хуже ссутулитесь, то аквариум у вас упадёт, и рыбки погибнут. С этим ощущением мы сохраняем рыбкам жизнь. Рыбку жалко. В любой момент китайская гимнастика может стать боевым искусством. Правая рука ушла. Рука сюда. А теперь мы начинаем переносить вес на переднюю ногу и правой рукой наносить сильный удар вперёд. Всегда надо себя расширять. То есть ощущение должно быть такое, что макушкой я упираюсь в потолок, а тело моё заполняет всё пространство. Тогда вы будете раскрыты, тогда вы будете свободны, и у вас появится определённая мощь. А если нет совсем времени, и надо срочно бежать, делаем просто. Стряхиваем руками, как будто стряхиваем с них в воду, с пальцев рук, ножкой топаем. Резче, резче, резче. Если вы сами не проснётесь, делай хорошее дело для соседей, разбуди их тоже. Редактор субтитров А.Сёмкин